Всем привет! Меня зовут Дмитрий Никифоров. Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы с вами говорим о Евангелии, о восстановленном Евангелии Иисуса Христа. Также мы с вами здесь изучаем книгу Мормона, еще одно свидетельство об Иисусе Христе. Сегодня будем изучать главы 2 Нефий с 11 по 19 главы. Очень часто, когда мы доходим до этих глав, то мы стараемся их пролистать побыстрее или побыстрее прочитать, потому что очень многое из того, что написал Исаия, нам непонятно. Нам непонятно это по некоторым причинам, которые, в принципе, нам можно определить. И сегодня мы постараемся понять, пролистывать нам эти главы или все же на них задержаться. Потому что в прошлый раз, в прошлом видео мы говорили с вами, что даже Иисус Христос, когда Он пришел на американский континент, Он сказал своим последователям, те, кто остались живых после всех этих катаклизмов, Он сказал, изучайте слова Исаии, потому что все, он бы даже говорил, велики слова Исаии, изучайте их усердно, потому что используются все пророчества в них содержащиеся. Также другие пророки, такие как Нефий, Иаков, они цитировали Исаию. Ну и много других пророков, да. Причем интересно, что кто-то цитировал прям слово в слово, кто-то брал какие-то стихи и цитировал их. И также интересно, что не все они совпадают с Библией. Кто-то скажет, что вот, Джозеф Смит взял и просто переписал их из Библии, этих главы. На самом деле нет, если вы сравните прям стих к стиху, вы увидите, что есть очень интересные у Джозефа Смита корректировки, которые меняют смысл во многих местах и дополняют смысл, и помогают нам более, ну, дополняют более красивую картину. Да, об этом тоже поговорим. Вообще, есть такая шутка, что одного человека выстрелили, пуля попала им куда-то в грудь, но он не умер, да, потому что у него книга Мормона там была в кармане. И он сказал, что ничто не пройдет через главы Исаии. Пуля застряла именно на главах Исаии. Да, так что очень часто бывает, что люди начинают либо читать книги Мормона заново, либо просто их пролистывать. Хотя, действительно, в главах Исаии очень много полезного для нас, что поможет нам прийти ко Христу. Да, и как раз вот в пособии «Приходи следуя за мной» говорится об этом. Давайте мы с вами прочитаем. «Гравировать на металлических пластинах непросто, и мест на малых листах Нефия было мало. Так зачем же Нефию понадобилось скопировать столько писаний пророка Исаия в свою летопись?» Закономерный вопрос. Он сделал это, потому что хотел, чтобы мы поверили в Иисуса Христа. Он говорит, «Душа моя восхищается, доказывая моему народу истину о пришествии Христа». То есть, самое главное назначение Исаии, чтобы мы смогли найти Иисуса Христа. И так как Исаия был древним пророком, который жил до Рождества Иисуса Христа, где-то 700 лет до Рождества Христа, то это очень интересно, что он знал о Христе, да, и он знал очень много как пророк. Потому что кто-то говорит, что вот христианство началось с Христом, на самом деле нет, да. Мы знаем, что многие пророки свидетельствовали о пришествии Христа, и вот Исаия был одним из самых великих пророков, которые свидетельствовали о нем. Нефе узрел то, что произойдет с его народом в будущих поколениях. Он увидел, что несмотря на их великие благословения, они станут горделивыми, сварливыми и мирскими. Он увидел подобные проблемы в наши дни. Это, кстати, вот еще один ключ к тому, чтобы мы могли понимать Исаию, о том, что мы смогли увидеть, как они применимы в наши дни, да, в наших жизнях. Писания Исаии предостерегали против такого нечестия, но они также дали нефью надежду на славное будущее, конец нечестия, собирание верных и свет великий для людей, которые ходили во тьме. Все это произойдет благодаря тому, что младенец родился нам, который может положить конец всем страданиям. И давайте мы с вами посмотрим вот эти ключи. Мы говорили уже с вами в прошлый раз о том, как мы можем понимать Исаию. Я немного на другие обращал внимание ключи, но это даже хорошо, даже лучше, если мы добавим еще к тому, что здесь пособие есть. Пособие здесь, вот первый пункт, говорится о том, что нам нужно применять слова Исаии к себе. Да, это Нефий в 11 главе, в 2 стихе говорил, что да, он на самом деле много где говорил, что они применяли эти писания к себе, дабы они были в пользу и поучениям. Многие учения Исаии имеют множество возможных значений и применений. И тут, кстати, мне напомнило про то, что это как многоэтажный дом, да, то есть, мне кажется, слова Исаии можно представить, что они как многоэтажный дом. Однажды, когда я занимался велоспортом, после занятия, я там познакомился с одним мальчиком, после занятия, ну это в детстве было, там все были мальчики, мы решили пойти вместе домой. И вот он спрашивает меня, а где ты живешь? А я сам из Выборга, он говорит, я говорю, я в южном поселке живу. Он говорит, я тоже. Ну вот мы пошли с ним, мы идем вдвоем в южный поселок. Потом такой, а где конкретно ты живешь? Я говорю, ну вот Победы, улица. Такой, о, я тоже. И мне уже не верилось, как это может быть так, что мы в одном районе живем, на одной улице. Потом выяснилось, что мы в одном доме живем, и потом выяснилось, что мы в одном подъезде живем с ним, но на разных этажах. И это как бы было трудно представить, да? Потому что как можно не знать своих соседей, узнать их только там на тренировке и в совершенно другом конце города. Ну вот для Выборга это, естественно, видимо, вещь. Но я на самом деле к чему это вспомнил? Потому что мы живем как бы на разных этажах и вообще не знаем друг друга. И кто-то скажет, что, ну вот, там Дима живет там на шестом этаже, а Вася там на седьмом. И оба будут правы, да? Но так как я не знаю Васю, я могу сказать, нет, он там вообще не живет, там нет никакого Васи там. Потому что я тут живу, и я вообще знаю всех соседей, как я думал, да, тоже. И вот у Исаии то же самое. Есть уровни определенные, да? Такие, как вот слои, да, если взять, как у Лука есть слои, так и у Исаии есть определенные слои или уровни. И один человек может увидеть что-то для себя, другой человек может увидеть что-то другое и спорить бессмысленно, потому что они оба могут быть правы. Да, они оба могут жить в том же самом подъезде, просто на разных этажах. Поэтому действительно у Исаии много вот таких этажей. И мы можем очень многому учиться, применяя эти писания к себе, чтобы они были нам в пользу. Потому что в конце концов все эти догматы, которые есть, они нам пользу особо не приносят, если мы, если они не меняют нас к лучшему, да, если они не помогают нам преодолевать нашего падшего человека, становиться ближе к Иисусу Христу, становиться более похожим на Иисуса Христа, да, приближаться к Нему. Поэтому все священные писания, они направлены на то, чтобы мы увидели Христа, и в том числе вот слова Исаии. Поэтому такой ключ применять к себе. Вот, например, здесь предлагается, когда вы читаете о жилищах, во 2-м нефе 14-й глава 5-й и 6-й стихи, можем, кстати, прочитать. И что они предлагают нам? Подумайте о том, как эти стихи применимы к вашему дому. Это очень полезно. Давайте посмотрим. «И сотворит Господь над всяким жилищем горы Сион и над собраниями его облако и дым днем и сияние пылающего огня ночью. Ибо на всей славе Сиона будет защита и будет скинье для тени в дневное время от зноя и для убежища и укрытия от бури и дождя». Здесь вот говорится про второе пришествие, про тысячелетие, что вот Сион будет защищен, но если туда прям не копать глубоко, а посмотреть, что Бог, Он может защитить нас, может защитить нашу семью, наш дом. Есть, кстати, даже такое благословение священства, когда ты освящаешь свое жилище. И я очень благодарен, что вот у нас в семье есть священство. У нас теперь еще у Тимофея есть священство Аронова, не только у меня, так что теперь не один я такой со священством. Есть еще у Тимофея, он разносит причастие. Пока еще только диакон. Но здорово, что вот у нас количество священнослужителей в семье растет. Итак, следующий способ, как мы можем понять или раскрыть Исаию, искать символы Иисуса Христа. Многие учения Исаии о спасителе передавались с помощью символов. Например, как спаситель представлен во 2-м нефе 19-й главе 2-м стихе. «Люди, которые ходили во тьме, увидели свет великий. На живущих в земле тени смертной этот свет высиял». Итак, вот мы с вами говорили, что Исаия, он был таким своеобразным поэтом своего времени. И он, кстати, рифму использовал. Я сказал, что он рифму не использовал. Это перевод не использовал. Кто переводил Библию на русский язык, на английский, он не смог срифмовать те слова, которые Исаия предложил на еврейском. Но на еврейском рифма есть. И причем рифма, она очень красивая, потому что некоторые слова, они как бы противопоставляются друг другу. То есть вот этот процесс противопоставления у Исаия очень... он использует его очень часто. Праведность и грех, богословение, соблюдение заповедей и проклятия. То есть он постоянно нас отсылает к тому договору, к завету, который он заключил со своим народом, и помогает нам фокусироваться именно на этом, противопоставляя эти вещи. И третья вещь, которую я тоже, кстати, обращал внимание, старайтесь преисполниться Духом Пророчества. То есть так как Исаия писал, сам был вдохновлен Духом Пророчества, то и нам стоит тоже искать Дух Пророчества. А это как можно сделать? Нужно молиться, да, и просить, чтобы Святой Дух пребывал с нами. Нужно стараться соблюдать заповеди, чтобы мы могли быть чистыми, чтобы Святой Дух мог пребывать с нами и открывать наш разум. Но интересно, что... Мне кажется, это невозможно, если наше сердце не открыто, если мы не смиренны. То есть только когда мы смиряем свое сердце и готовы к тому, чтобы нас Небесный Отец обучал, тогда мы можем увидеть слова Исаия. Очень красиво они как бы помогут, укажут нам путь в нашей жизни. В ходе изучения молитесь о духовном руководстве. Возможно, вы не поймете всего сразу, но Дух может сообщить вам, что вам нужно знать. Это ключ к пониманию Исаия в том числе, что нужно молиться, искать вдохновение Цитого Духа. Так вот уже несколько таких ключей, которые мы с вами пытались открыть. Еще один напомню, это Нефий говорил о том, что он знал о делах иудеев, он знал их традиции, он знал, где они живут, то есть территорию. И очень часто Исаия использует разные названия, названия мест, имена разных царей, и вот эти аллегории, которые он использует с разными деревьями, там, сикаморы всякие, да, дубы. И нам может это быть непонятным. Но если мы пытаемся тихонечко опуститься, не опуститься, а углубиться в историю тех времен, во-первых, что происходило, где происходило, и кто главные действующие лица, тогда, конечно, нам будет намного проще разобраться, что Исаия имел в виду. Но это уже такое более углубленное изучение, если у вас есть время на это, то я вам всем очень сильно рекомендую, потому что про Исаию, про эти главы можно, честно, говорить очень долго. Итак, прежде чем перейти к 11 главе, давайте мы с вами разберемся, что означает имя Исаия. Имя Исаия означает спасение Господне. Мы знаем, что все люди нуждаются в спасении, и что спасение приходит благодаря искупительной жертве Иисуса Христа, благодаря Его воскресению. Так вот в самом имени Исаия, да, уже заложено его послание. Также у его сыновей были такие говорящие имена. Они участвовали также в процессе получения откровения для всего народа. И, конечно, очень интересно, как этот пророк, поэт, удивительный человек, который смог сокрыть так много в своих словах. И это на самом деле, когда разворачивается, очень красивую картину разворачивается, и вот на заднем плане у меня сегодня не даром храм, потому что очень много Исаия говорил про гору Господню, да, про храм, и он говорил, что это особое место, и что потекут туда народы, и мы будем с вами также это обсуждать. Так что пристегните ремни, берите попкорн, а лучше ручки и свои блокноты, или священное писание, и давайте с вами изучать. Итак, перейдем мы с вами к 11 главе. Здесь нефий говорит, что спасибо, Яков, за все, что ты сказал, очень много еще что сказал, что я не буду записывать, но я хочу вам рассказать Исаию, да, я хочу вам привести слова Исаии, потому что мне, мне вот, я восхищаюсь его словами, моя душа восхищается его словами, ибо я применю его слова к моему народу, да, то есть он говорит нам о том, что нам нужно научиться применять их к себе. Интересно, что слова Исаии, как вы говорили, да, слои, вот эти уровни, нефий мог применять их к своему народу, они жили там много тысяч лет назад, Исаия и его народ, да, они могли применять это к себе, и мы сейчас можем применять это к себе. То есть о чем это говорит, что слова Исаии, они никогда не стареют, и они применимы сегодня ко мне и к вам. Удивительно, да? И также он говорит о том, что он видел Искупителя, он видел Иисуса Христа. Вот в том же стихе во втором «Я разошлю всем моим детям, ибо истинно он видел моего Искупителя так же, как я видел его. И брат мой Иаков тоже видел его, как я видел его». То есть вот это закон свидетелей, свидетелей. Устами трех свидетелей будет верно всякое слово. То есть они втроем, три пророка говорят об Иисусе Христе. Исаия, Иаков и Нефий. И все остальные пророки так же, да, они говорили об Иисусе Христе. И в Библии очень много было забрано, особенно в Ветхом Завете, и Иисус Христос был удален. Но так как Исаия говорил ребусами, так как он говорил поэтически, то я думаю, что люди, которые читали, те, которые были далеки от Бога, они не понимали, что это Иисус Христос, и поэтому он остался. И очень здорово, что вот в Исаии у нас есть спаситель, такой зашифрованный, да, но те, кто люди верующие, они понимают, что это значит, когда они читают. Они понимают, что тебе говорится об Иисусе Христе, хотя его имя там не упоминается, да. Вот. Поэтому мне кажется, когда редактировали Библию, особенно Ветхий Завет, мне кажется, когда они встречали слово Иисус или Христос, они просто убирали, стирали, переписывали, но так как в Исаии не было написано Иисус и Христос, то, соответственно, они оставили все эти, все эти главы, что очень, кстати, здорово. В третьем стихе «Потому словами троих сказал Бог, я утвержу мое слово». Это, кстати, когда люди говорят, что как ты можешь верить во что-то, чего ты не видишь, как ты, откуда ты знаешь, что книга Мормона истина, откуда ты знаешь, что церковь восстановлена Джозефом Смитом истина. Так вот, во-первых, книга Мормона, книга Мормона, золотые листы, видела три свидетеля, да, то есть вот опять же закон трех свидетелей, потом еще восемь свидетелей. И эти свидетели даже на смертном адре не отказывались от своих слов. Многие из них ушли из церкви, и при этом, уйдя из церкви, да, они могли бы сказать, да, Джозеф Смит все придумал, что все это ерунда, ничего мы не видели, это все неправда. Им предлагали деньги, им угрожали жизнью, да, и они не принимали деньги, они не боялись смерти, и они свидетельствовали, что они видели. И это мне свидетельствует, во-первых, да, о том, что были другие люди, которые своими глазами видели, так же, как и в Библии, да, были ученики, которые видели, как он воскрес, и это нам свидетельствует, также, да, о том, что есть другие свидетели. И это, ну, это такие косвенные на самом деле, но самое главное подтверждение от Святого Духа. Когда я читаю Священные Писания, я получаю подтверждение от Святого Духа о том, что эти Священные Писания истинны. И потом, когда я получил подтверждение от Святого Духа, что самое важное, я начинаю находить свидетельство в таких вот маленьких вещах, в словах Исаии, в словах свидетелей, которые видели золотые листы и так далее. И свидетельство моей супруги и людей вокруг в приходе, я понимаю, что я не один, что у нас много, и я понимаю, что я не сумасшедший, что я не придумал все это, что не стала меня тут не обманывать сейчас. На самом деле у нас есть пророк, у нас есть апостолы, у нас есть священное писание, у нас есть возможность получать откровения, священство восстановлено на земле, храмы, храмы восстановлены, да, и храмовая работа, да, он пришел или связывает детей с отцами. И это реальные вещи, да, это не что-то такое, что кто-то придумал, это есть свидетели, и вот закон свидетелей это на самом деле очень-очень большая сила. Поэтому, когда вдруг к вам приходят какие-то сомнения, то обратитесь вот к людям вокруг, у которых есть вера, у которых сильная вера, и спросите их, откуда они знают, как они преодолевают эти сомнения. И поверьте мне, их свидетельство укрепит ваше свидетельство. Я так делал очень много раз, когда у меня были какие-то сомнения. Это не то, что мы полагаемся на других людей, да, мы полагаемся на небесного отца в первую очередь, но каждый человек, он несет какую-то частичку света, и небесный отец использует других людей, чтобы они помогали другим. Потому что, вот мы читали, да, в Исаии, как победили сатану. Победил кровью Агнца и свидетельством, свидетельством святых. То есть люди, которые приносят свидетельство, они могут победить сатану и сейчас. То есть искупление Иисуса Христа побеждает сатану, и наше свидетельство, да, побеждает сатану. Поэтому он очень боится нашего свидетельства и все делает, чтобы я не записывал эти видео, а чтобы вы их не смотрели и не делились. Поэтому давайте будем записывать и делиться этими видео с моими друзьями, с людьми вокруг, чтобы все начинали изучать книгу Мормона и находили в ней Иисуса Христа, находили в ней Спасителя и научились выстраивать взаимоотношения со Спасителем. Четвертый стих. «Вот душа моя восхищается, доказывая моему народу истину пришествия Христа, ибо для этой цели и был дан закон Моисеев, и все, что было дано Богом от начала мира человеку, символизирует его». Все, что было дано Богом от начала мира человеку, символизирует его. Все символизирует. Вот если вы были в храме уже или планируете пойти в храм, то я помню, когда ездил в молодежные поездки и делал крещение за умерших там с другими братьями и сестрами, то однажды брат Кондратьев, он тогда с супругой Ириной служили, они правыми служителями, миссионерами. Они нам сказали, чтобы мы обращали внимание на символы, символы, которые есть в храме. И я сейчас тоже говорю вам, обращайте внимание на символы, которые есть в Исаии. И вот нам, конечно, шпаргалка такая дана, потому что у нас есть книга Мормона. Книга Мормона — это еще один ключ к пониманию слов Исаии, потому что вот здесь комментарии пророков, они говорят, вот обращайте внимание на Христа, потому что все символизирует в Христе. И я вот на самом деле ломал голову всю неделю, пытаясь понять, что же это за символы здесь в храме, что же это за знаки, которые я здесь вижу, и их очень много разных, интересных, и я ничего не понимал, серьезно. Пока я не обратил внимания на картины, картины в храме, практически на всех картинах есть Иисус Христос, практически на всех. Я понял, да, да, Иисус Христос, он самый главный здесь, да, это его дом, дом Господа, святость Господа, это его дом, конечно. Конечно, что в моем доме, когда вы заходите, вот вы видите какие-то вещи вокруг, они символизируют меня и мою семью, потому что это наш дом, и там одежду, которую мы носим, там вещи, которые мы покупаем. Все, что здесь у нас в доме, это как бы вещи, которые ассоциируются с нами. И то же самое в храме, да, это его дом, и все, что там, не просто вещи какие-то, которые тоже на самом деле символизируют его, картины и там мебель и еще что-то. Но самое важное, это таинства, которые совершаются в храме, они символизируют на самом деле Иисуса Христа, да, и заветы, которые мы заключаем, они тоже символизируют Иисуса Христа. Это самое важное послание, которое мы должны найти как в храме, так и читая книгу Мормона, читая Исаию, мы должны найти в них спасителя и научиться выстраивать с ним взаимоотношения. И опять, да, про заветы он говорит, а также душа моя восхищается заветами Господа. Да, мы с вами говорили о том, что Бог заключает со своими детьми заветы. Заветы — это двухсторонний договор, где одна сторона — это Бог, а другая сторона — это мы, то есть это такой неравноценный договор. И, да, Христос, Он имеет право диктовать условия этого договора, да, потому что Он самое главное действующее лицо этого договора, потому что Он пострадал за наши грехи, Он искупил нас, и Он выдвинул условия. И мы согласились, да, когда приняли крещение, да, что мы будем соблюдать Его заповеди, когда Он обещал, что Его Дух всегда будет с нами, Святой Дух. И нам напоминается этот договор каждую неделю. Каждая неделя, когда мы принимаем причастие, нам напоминает о том договоре, который мы заключили с Богом. Торжественный договор, да, вот это слова молитвы. В следующий раз, когда вы будете принимать причастие, послушайте внимательно слова молитвы и подумайте о том, что эти слова — это слова вашего договора, слова торжественного договора, который вы заключили с Небесным Отцом. И Он сюзрен, вы вассал. Там есть то, что Он обещает нам, то, что мы Ему обещаем. И если мы будем слушать, да, вот эти слова и вспоминать, да, что мы Ему обещали, стараться соблюдать это, то мы можем увидеть рук Бога в своей жизни, увидеть, что Он на самом деле ведет нас и вдохновляет, и направляет. И вот в шестом стихе Он говорит, что «Не приди Христос, все люди должны были бы погибнуть». Да, то есть это, если бы не было Христа, в седьмом стихе не было бы и Бога, а если бы не было Бога, не было бы и нас. Ибо не могло бы быть сотворение. Да Бог есть, и Он есть Христос, и Он приходит в полноту своего собственного времени. И это очень важное, важное послание для всех нас, что у нас есть надежда, у нас есть надежда благодаря Иисусу Христу. Он победил смерть, он победил вот это чудовище, о котором мы говорили в прошлый раз, и Он может нас переправить на ту сторону, может нам помочь преодолеть смерть и ад. И это самое важное послание этих глав. Итак, перейдем к 12 главе. Здесь во втором стихе говорится, «И будет в последние дни, когда гора Дома Господнего будет поставлена во главе гор, и будет возвышена над холмами, и потекут к ней все народы». Вот мы говорили с вами о том, что есть определенные уровни. Кто-то скажет, что, ну, я думаю, что многие понимали это так, что когда... Давайте немного в историю углубимся, что происходило во времена Исаева. Во времена Исаева жил во времена, когда... Давайте немножечко в историю углубимся. Исаия жил во времена, когда Израиль разделился на два царства. Да, то есть, во-первых, Бог не хотел, да, чтобы у них были цари. Он не хотел, чтобы они были похожи на другие народы. То есть у всех других народов были цари. Но Он не хотел, да, чтобы у них были цари. И Он говорил через пророков, вам не нужны цари. Но они просили, потому что народы, которые были рядом с ними, они постоянно их не то, что вдохновляли, а сбивали с пути на самом деле. И поэтому израильтяне попросили царя. И первый царь, как мы знаем, был Саул. Да, Саул был царем неправедным. То есть сначала он был праведным, да, Бог выбрал чуть ли не самого лучшего человека, самого чистого человека из всех. И это на самом деле показывает нам о том, что наши мысли — это не мысли Бога, да, и наши пути не Его пути. Когда Он нам что-то говорит, нам лучше Его слушаться сразу, да, потому что как только мы начинаем думать, что наш путь, он лучше, то в краткосрочной перспективе нам может показаться, что да, да, всё работает на самом деле, всё нормально. Но в долгосрочной перспективе мы можем увидеть, что это вообще не работает. Да, то есть первый царь, Саул, ничего не получилось. То есть сначала было всё хорошо, да, потом он ушёл от Бога, Бог призвал Давида, да, то есть при живом царе был уже Давид, которому он обещал царство. И Саул на это очень сильно злился и хотел его убить. Много раз Давид показал такие чудеса великие, то есть был действительно великим человеком, но он тоже не справился, да, то есть он тоже не смог быть царём и праведным человеком до конца, да, то есть в конце там соблазнился, да, Версавией, да, совершил прелюбодеяние, убил её мужа, то есть потерял, потерял своё царство, да, к сожалению. Не в прямом смысле, да, а именно небесное царство, совершив такой серьёзный грех. И небесный отец, конечно, не мог его простить, не мог простить ему такой серьёзный грех. Но, да, следующий царь Соломон, да, тоже сначала был праведным, построил храм небесному отцу, но к концу своих дней тоже ушёл от Бога. И дальше, как бы, все цари практически, они так вот тоже, праведны, неправедны, праведны, неправедны, и весь народ страдал. Получается, мы пришли к тому моменту, когда жил Исаия примерно 700-е годы до Рождества Иисуса Христа, когда царство Израиля разделилось на две части, да, стало северное царство и южное царство. Южное царство — царство Иуды, а верхнее царство его называли Ефрем, да, царство Ефрема, или просто царство Израиля. И получается, что у них, у обоих, у этих царств были цари. И, во-первых, изначально, да, цари привели к тому, что царство разделилось. Да, царство, мы знаем, разделившееся само в себе не устоит. И, во-вторых, эти оба царства, они стали очень слабыми, да, благодаря тому, что разделились. И, ну, это логично, потому что ты разделяешь свой народ на два и воюешь между собой, да, люди умирают, и ты становишься слабее, слабее, слабее. Получается, что в это время жил Иисайя, да, и он старался пророчествовать обоим вот этим вот царством разделившимся, чтобы они одумались, чтобы они вернулись к своему сюзерену. То есть они таким образом предали Иисуса Христа, своего сюзерена. И Иисайя напоминал им постоянно, он говорил им о том, что, ребята, смотрите, вы заключили договор с Иисусом Христом, торжественный, вернитесь назад, он вас спасет. Неважно, сколько царства вокруг вас, какая сила у них, потому что вы боитесь человека, но посмотрите на историю, посмотрите, как Небесный Отец, он спасал свой избранный народ. Вы обратите внимание, посмотрите, он постоянно им об этом говорил. Но вместо этого, да, они заключали заветы, предавая Бога с другими народами. И вот, получается, здесь в 12 главе говорится о том, что гора Дома Господнего будет поставлена во главе гор и будет возвышена над холмами потекут не все народы. Да, то есть народ, который был рассеян ассирийским царством, да, это северное царство было завоевано ассирийцами, и они были уедены в плен, и больше никогда вот эти потерянные колены, да, израилевые, они больше никогда не вернулись в свои земли исторические, потому что они были рассеянные. Где они, никто не знает. То есть Ассирия, когда пришла, она завоевала северное царство, и когда израильтяне читали эти слова Исаии, они думали, ну вот, они придут когда-то, они соберутся, они потекут обратно в храм, да, то есть они вернутся. То есть они так понимали. А когда был построен храм в Солд-Лейк-Сити, и туда начали тянуться все народы разные, да, с разных концов земли, и приходили в этот храм, то можно было сказать, ну вот же исполнение этого пророчества. Ну и да, в том-то и дело, что и тогда можно было применить этот стих к себе и в Солд-Лейк-Сити, который храм был построен, а сейчас храм строится по всему лицу земли, и, да, что все, многие, вот в третьем стиле написано, и пойдут многие народы и скажут, придите вы и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научат он своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от всего он и выйдет закон и Слово Господнее из Иерусалима. Да, то есть мы все можем прийти и зайти на гору Господнюю. А еще интересный такой момент, что здесь говорится, потекут к ней все народы. Да, то есть гора, обычно оттуда начинается река, оттуда она течет вниз, но здесь как бы против течения, получается, ты идешь, ты поднимаешься на гору Господню, и потекут народы, как реки, да, как реки потекут к храму, и ты как бы против течения идешь, против мира, ты идешь к Богу, как вот этот эскалатор, который идет вниз, и если ты стоишь на нем, то ты как бы, ты ничего не делаешь, ты просто, ты на самом деле, скатываешься вниз. Да, то есть для того, чтобы нам продвигаться вперед, нам нужно идти против движения эскалатора, подниматься вверх. Также до этой реки мы как бы идем против течения, мы идем к Богу против течения этого мира. Мне кажется, это очень символично. И в четвертом стихе мы читаем, «И будет он судить среди народов, и упрекнет многих людей, и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы, и не поднимет народ на народ меча, и не будут они больше учиться воевать». И я читал слова старичного Оукса, и он говорил о том, что многие люди, они думают, что это уже сейчас как бы будет происходить. На самом деле здесь говорится про тысячелетия, когда нечестивые будут уже уничтожены, и получается, что не будет необходимости уже в этих оружиях для убийства, и получается, что сколько можно потратить денег, если вот сейчас все страны перестанут производить оружие, сколько будет ресурсов для того, чтобы накормить бедных, нуждающихся и голодных. Но сейчас, да, происходит, и продолжают происходить войны, раздоры, землетрясения и так далее. И это будет происходить вплоть до второго пришествия. То есть я помню, я где-то говорил, что праведность накроет всю землю, да, и так и будет, но будет разделение на очень сильное такое, на праведных и неправедных, и у людей уже не будет возможности как бы быть где-то на нейтральной территории, им нужно сделать свой выбор, будет, и будет очень важно сделать этот выбор. И мы будем объединяться уже с теми людьми, с которыми мы думали, никогда не сможем объединиться, потому что они выбрали сторону света, да, и рано или поздно они придут к познанию Иисуса Христа. И это на самом деле очень здорово, что тот человек, кто думает, что вот он единственный праведный, и все у него хорошо, на самом деле израильтяне тоже так думали. И пророк, он постоянно им говорил о том, что вот ваша праведность и ваше знание, которое у вас есть, вы думаете, что они вас спасут, но это есть безумие на самом деле. Да, вот все эти главы, они говорят именно об этом. Вот он говорит о Дома Иаковле в пятом стихе, «Придите вы, и да будем ходить во свете Господнем, да придите, ибо все вы заблудились, каждый на своих нечестивых путях». И он на самом деле нам тоже об этом говорит. Он говорит мне, он говорит вам, что придите, давайте ходить во свете, потому что мы все заблудились, каждый на своих нечестивых путях. Как только мы начинаем приближаться к Богу, только мы начинаем изучать Священное Писание, мы начинаем видеть лучшее, мы как бы погружаемся в этот свет, тьма от уходит, и мы видим, где мы портачим, что мы делаем не так, мы понимаем, что нам нужно в себе менять. И этот процесс, это процесс всей жизни, в том-то и дело, что тот человек, который думает, что вот, я уже все знаю, всего достиг, это большое-большое заблуждение. Девятый стих. И обычный человек не преклоняется, и знатный человек не смиряется, а потому не прощай ему. И это беда, что мы говорили с вами в прошлых главах, о том, что в принципе нет ничего плохого в деньгах, но есть любовь к деньгам, и вот это грех на самом деле. И здесь, кстати, в девятом стихе говорится не только про знатных, там, богатых людей, но говорится также про обычных людей. Обычный человек не преклоняется. Мы с вами говорили о том, что на самом деле, когда мы читаем Священное Писание про богатых, что вот богатые, они, им очень тяжело наследовать Царство Небесное, что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому. И мы думаем, вот они, да, эти богатые, вот эти миллиарды, миллионы, на самом деле совсем не так. Если мы сосредоточим свои сердца на материальных вещах, на деньгах, на чем угодно, кроме Небесного Отца, то по сути мы подпадаем под ту же категорию. Просто у нас говорится не там богатый, знатный, а у нас говорится обычный человек. Я обычный человек, я не преклоняюсь, да, то есть вот в этом есть беда, что мы не преклоняем свои колени, это значит, мы не смиряем себя, и Небесный Отец, он не может нас учить, да, потому что мы, наше сердце закрыто, и в этом большая-большая беда. Но и знатный, да, тоже человек, он не смиряется, потому что он думает, что он сам все знает. Ну и, конечно, вот в 10-11 стихе он говорит, что высокомерные взгляды человека будут усмирены, надменность людей будет принижена, и один только Господь будет возвышен в тот день. Иисус Христос придет, и те из нас, кто считают себя какими-то важными и значимыми, поймут свое ничтожество, они поймут, насколько они слабы, насколько они... И тут, мне кажется, не стоит, не стоит нам забывать о том, что мы в потенциале сыновья и дочери Небесного Отца, и нам не стоит об этом забывать, да, но нам стоит понимать, что мы слабые, что мы сами по себе ничего не можем, и постоянно нужно себе это напоминать. Бог нам будет постоянно об этом напоминать, Священное Писание нам постоянно об этом напоминает. И как вот один мой товарищ знакомый рассказывал, что на миссии он познакомился с одной женщиной, которая пила кофе, да, мы в церкви не пьем кофе, алкоголь не пьем, и там, чай не пьем, но она, он спросил у меня, почему вот вы пьете кофе, это же так просто на самом деле. Она говорит, ну вот я таким образом себя смиряю, иначе я была бы идеальной. То есть вот мы смиряем себя таким иногда образом, что мы, у нас есть какой-то любимый грех, как говорил президент Нельсон, и мы периодически как бы подгрешиваем, если можно так сказать, грешим, таким образом себя смиряя, иначе мы были бы совершенными. Это, конечно, большое заблуждение, большая глупость, потому что совершенным быть здесь на земле невозможно, и это сатана обычно подсказывает нам, как бы две крайности берет, что я совершенный, я идеальный, и все, я само совершенство, а другая крайность это то, что я ничтожество, и я ничего из себя не представляю. То есть вот он эти две крайности эксплуатирует, то одну, то другую, и нас на одну сторону склоняет его на другую, а Бог же нам говорит, вы в потенциале сыновья и дочери небесного, вы в потенциале Боги, но при этом из-за вашего падшего состояния вы не в состоянии вернуться, слово состояние два раза, из-за вашего вот этого земного падшего плотского состояния вы не можете вернуться ко мне без Иисуса Христа. Да, то есть он нам говорит об этом. То есть он говорит, вы поймите, что вот есть эти две крайности, но есть Христос, да, есть Христос, который поможет вам преодолеть вот эти две смерти, да, о которых мы говорили в прошлый раз. Он напоминает нам постоянно, и нам тоже нужно себе напоминать о том, что мы сами по себе вообще никто. Да, и вот он говорил здесь праде, кедры ливанские, дубы васанские, это самые дорогие были материалы, из которых, кстати, строился храм Соломона, и вот он говорил, что мы как бы себя выпячиваем, что мы думаем, что мы такие важные, и израильтяне тоже думали, что их храм никогда не будет разрушен, что Иерусалим никогда не будет разрушен, но он был разрушен, да, и храм Соломона в таком виде, в котором он был построен, Соломон, никогда уже не был восстановлен. И вот мне еще нравится в 20 стихе он говорит, что придет тот день, когда человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал он себе, чтобы поклоняться. И здесь тоже, на самом деле, очень интересное сравнение. кто такие вот эти животные кроты и летучие мыши? Это такие животные, которые ничего не видят, да, и им, получается, бросают под ноги своих этих золотых и серебряных идолов, красивых, таких блестящих, и этим животным вообще все равно на этих, на этих идолов, да, на красоту этих идолов, на значимость и на дороговизну их. Здесь тоже очень символично Исаия говорит о том, что они не будут иметь никакой ценности во время пришествия Христа. То есть он как бы все расставит на свои места при его пришествии. То, что имеет ценность, да, сразу же будет поднято наверх. А то, что не имеет ценности, будет брошено вот к этим летучим мышам и кротам, которым вообще будет все равно. Это такая вот значимость будет у этих вещей. И здорово понимать это сейчас уже на Земле, когда мы здесь, что имеет ценность, а что не имеет ценность. Что вечную ценность имеет, а что нет. Вот недавно один из храмовых служителей, Коль на днях, скончался, ему 69 лет было. Мы все, конечно, в шоке. Я буквально на прошлой неделе с ним еще разговаривал. Такой был живчик и активный. И у него было много планов с его женой, когда она выйдет на пенсию. Она даже на пенсию еще не вышла. Они плохо планировали путешествовать и в храме служить. Он часто, кстати, в храме бывал. Но вот жизнь оборвалась, да, то есть становилось сердце и все, жизнь оборвалась, все планы оборвались. И это говорит о том, что наша жизнь, она очень хрупка, да, и у нас в среднем человек живет там 75 лет, хотя мне кажется, что гораздо меньше многие живут. и представьте, 75 зим, 75 лет, 75 раз мы с вами весну и осень. Это не так много, да, то есть можно сказать, что я полжизни уже своей прожил, осталось еще половину, а кого-то еще меньше. Кто-то сейчас уже на закате своих дней. Действительно, у нас не так много времени здесь на земле, поэтому очень важно, да, какой выбор мы с вами делаем и что, куда мы стремимся и какой у нас фокус. Поэтому очень важно, важно об этом помнить. В 13 главе говорится о том, что когда пройдут эти войны, тогда огромное количество мужчин будет убито и многих Вавилон и Осирия они увидят в плен. и здесь говорится во втором стихе, что могучего человека и человека военного, судью и пророка и разумного и старца в общем всех заберут и потом младенцы будут управлять страной. Мы знаем, да, из истории, что Израилем управляли на самом деле очень молодые цари после вот этих вот всех войн, потому что на самом деле никого не осталось и действительно младенцы их вели и это на самом деле большая беда, потому что куда может увести тебя ребенок восьмилетний, который стоит во главе государства. Понятно, что люди, которые рядом с ним, они будут использовать неправильно свою власть и уводить в сторону все государство. В 8-9 стихе он говорит, что Иерусалим разрушен и пал Иуда, потому что язык их и дела их были против Господа оскорбительны для чьей славы Его. Говорится, что нарушил народ законы Божьи, да, он нарушил договор, который заключил с Небесным Отцом и вот у них даже выражение лиц свидетельствует против них и возвещает, что их грех подобен даже Содому, и не могут они скрыть его. И вот здесь, кстати, есть большая разница между тем, что человек считает себя грешным, да, и грешит, для Небесного Отца это приемлемо, потому что он хочет, чтобы мы каялись в своих грехах. И человек, когда признает свой грех, да, для Небесного Отца это хорошо, значит, человек в ее пути покаяния. Но здесь он говорит о том, что у них на лице написано, что они грешат и они кичат со своим грехом, да, то есть Содом и Гамора, они на самом деле кичились своими грехами, они думали, что это прикрашивает замечательно, и в этом в этом беда, да, то есть народ созрел в беззаконии и они кичат со своими грехами, то есть они открыто восстают против Бога, они нарушают завет, который они с ним заключили, и это, конечно, то, что привело их к уничтожению и рассеянию. Также говорится в 16 стихе про дочери Сиона, что они надменны, ходят с вытянутой шеей, дальше перечисляются разные их украшения, о том, что они, Бог это все заберет у них и будет у них плеж, и на самом деле это все и сбылось, потому что, когда был разрушен Иерусалим, когда, во-первых, первое пало Северное царство, а сирийцы уничтожили, затем Южное царство тоже пало, и когда сирийцы уводили людей, они брили их на налысо, чтобы, во-первых, отличать рабов от других государств, других людей, которые, чтобы они не смешались в убежах, чтобы их легко можно было найти, во-вторых, гигиена, чтобы им не нужно было очень сильно переживать на этот счет. То есть, это сбылось, это пророчество Исаии сбылось, вообще все пророчества сбылись, причем многие сбылись уже даже во время жизни Исаии, пророчества, но многие продолжают сбываться, потому что они для наших дней были им сделаны. в 14 стихе, да, и ухватится в тот день семь женщин за одного мужчину, говоря, мы будем есть свой собственный хлеб и носить свои собственные одежды, только возвольно называться твоим именем, дабы снять наш позор. Да, это тоже писание, тоже это откровение сбылось, когда очень много мужчин погибли на войне, то естественным образом женщин было гораздо больше, и особенно в древнее время, да, женщина, которая не могла иметь семью, которая не могла иметь детей, она как будто была под таким проклятием и позором, да, пребывала, то есть и сейчас тоже, когда происходят войны, то огромное количество мужчин погибает, и это тоже как бы естественный процесс. В любой войне, после Второй мировой войны было очень гораздо больше женщин, чем мужчин, это даже была самая проблема. И дальше вот здесь говорится в конце этой главы про Сион, о том, что омоет нечистоту дочерей Сиона и удалит кровь Иерусалима и среды его духом суда и духом огня, и дальше, да, он защитит Сион. Это тоже, на самом деле, важно для нас понимать, что, несмотря на все катаклизмы, которые будут предшествовать Второму пришествию, их будет очень много, мы читаем, здесь о них будут войны, раздоры, землетрясения, нам не нужно бояться, потому что Бог позаботится о Сионе. Самое важное, о чем нам нужно фокусироваться, это в том, чтобы нам быть праведными, да, то, что нам соблюдать заповеди. Вот это очень важно, да, чтобы нам оказаться в Сионе, оказаться в нужном месте. В пятнадцатой главе Исаи говорит про виноградник, да, о том, что вот он был обнесен оградой, у него был винный пресс, о том, что была башня, да, чтобы следить за тем, чтобы никто не пришел, не разрушил, а теперь все, люди отказались, чтобы он был, чтобы он защищал их, и они разрушили ограду, они, очень часто, кстати, в Священном Писании, да, говорится про виноградник, о том, что Бог, он хозяин виноградника, он послал своего сына, да, чтобы они побоялись Бога и прекратили делать вот эти все вещи, но вместо этого они взяли и убили его сына, да, то есть много в разных местах он приводит пример виноградник. Кто-то думает, что вот эти ограничения, которые Бог нам дает, вот эта ограда, которая строится вокруг виноградника, она на самом деле нас ограничивает, но это совсем не так, потому что эта ограда, она защищает нас, защищает от внешнего влияния, от вот этих вот пагубных, пагубного влияния мира, так как она защищает, допустим, виноградник от воров, да, есть башни, есть охранники, которые следят за тем, чтобы никто не проникал, не воровал, не разрушал и не ломал ничего, да, то есть в нашей жизни Бог, он построил такую ограду из заповедей, которые на самом деле защищают нас, защищают нас от сил сатаны, и когда мы думаем, что это не нас ограничивает, на самом деле мы очень сильно заблуждаемся, они построены для того, чтобы защищать, вот здесь он об этом говорит в пятнадцатом стихе, в пятнадцатой главе, и он обнес его ограды и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди него, и соорудил в нем также до Вильню, и ожидал он, что урожай принесет виноград, а он принес дикие ягоды, и вот про камни, кстати, тоже говорятся здесь, в Финляндии, где мы живем, для того, чтобы очистить лес, вырубить лес, когда ты вырубаешь лес, огромные валуны такие везде, камни, огромное количество, то есть, чтобы пахотные земли здесь расчистить, это огромные усилия нужны, и вот Бог, он на самом деле готов вот эти камни тоже убрать, огромные эти булыжники, и подготовить нашу почву, для того, чтобы выращивать вот этот вот виноград, то есть, он обнес ограды, он защитил, он все сделал со своей стороны, и все, что он просит нас, это жить по заповедям, соблюдать правила этого виноградника, и тогда все будет хорошо, он будет нашим защитником, но здесь, к сожалению, народ, он выбрал, что нам не нужна защита, нам не нужен хозяин винограда, мы тут сами все разберем, мы сами разберемся со всем, это, к сожалению, привело к тому, что они были уничтожены, рассеян, вернее, и отниму у него ограду его, я ждал справедливости, вот угнетение, ждал праведности, но вот вопль, горе тем, кто прибавляет дом к дому, пока не будет места, дабы им одним разместиться на земле, да, он говорит, вот обо всех устремлениях человеческих, которые здесь сейчас есть, что люди стремятся к богатствам, они стремятся, им никогда не хватает, то есть, даже самые богатые люди, им всегда мало, да, у нас такая натура ненасытная, там всегда мало, у нас всегда хочется больше, поэтому, надо всегда помнить, что самое важное, не терять из виду этого фокуса, еще вот в 15 главе, мне нравится 20 стих, мне кажется, он очень важен, горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, которые тьму почитают светом, и свет тьмой, которые горько почитают сладким, и сладкое горьким, мне кажется, что сейчас это очень актуально, потому что многие люди переворачивают все с ног на голову, и единственный способ, как мы можем понять и отличить добро от зла, оправдывать неправды, свет от тьмы, приближаться к богу, да, мы можем изучать все написания, молиться, и держаться избранного пути заветов, потому что я понимаю, что как только мы отпускаем перила, то вот эта вот мгла, темная мгла, она окутывает наш взор, и наше понимание, и мы начинаем очень сильно заблуждаться, и мы начинаем называть зло добром, да, добро злом, и тьму почитать светом, и свет тьму, это на самом деле очень страшно, и это происходит, и ты не замечаешь даже этого, поэтому нам говорят изучать еще написание постоянно, чтобы они раскрывали нам взор, да, чтобы мы видели вещи своими, чтобы называли вещи своими именами и видели под истинным светом, и это единственная возможность у нас, когда мы держимся за железные перила, и вот в конце 15 главы, с 26 стиха до конца говорится про миссионерскую работу, да, о том, что миссионерская работа в последние дни, она будет происходить удивительным образом, что те, кто пойдет по проповедству Евангелия, он не задремлет и не уснет, то есть удивительно, что мы можем сейчас путешествовать на самолетах, да, и нам практически всю планету можно пролететь, и даже не нужно спать при этом, потому что самолеты так быстро летают, и я думаю, практически это возможно, ты можешь пролететь от одного вокруг Земли, и при этом даже не спать, не развяжется пояс их чресла, не разорвется ремень обуви их, то есть на самом деле, что тогда казалось совершенно невозможным, да, то, что проповедуемо Евангелие будет по всему лицу Земли, и будет это делаться очень быстро и поспешно, сейчас это возможно, благодаря интернету, благодаря тому, что вот я вот сейчас могу с вами разговаривать, мои видео смотрят там минимум 100 человек, 200-300 иногда человек смотрит, и это огромное количество, и все они находятся в разных частях мира, и это на самом деле удивительная вещь, и хотелось бы, конечно, чтобы охота было гораздо больше, поэтому если у вас есть возможность делиться, пожалуйста, делитесь, чтобы другие также могли их видеть, эти видео, но вот здесь говорится про миссионерскую работу, о том, что мы с вами можем быть миссионерами, мы с вами можем делать эту работу, и это самая важная работа, которая только может происходить на Земле, и говорится, они будут рычать подобно молодым львам, да, это про миссионеров, да, что они молодые, они неопытные, 19-летние ребята, это Бог избирает слабых мира сего, да, чтобы это послание нести в мир всем людям, потому что это тоже очень символично, да, что он выбирает молодых ребят, которые ничего еще не знают о жизни, у них нет опыта, нет мудрости, они только-только вот с семьи вышли, для многих это первое, возможность жить за пределами семьи, и он посылает именно таких, потому что у них смиренное сердце, потому что он хочет показать миру, да, что слабыми мира сего, он хочет посрамить сильных, это, мне кажется, ничего другого и не должно было быть, исходя из того, что вот мы читаем в священных писаниях, да, что Бог избирает слабых мира сего, чтобы посрамить сильных, пожалуйста, вот он, исполнение пророчества. Если мы перейдем к 16 главе 2 Нефия, то это именно та глава, которой был вдохновлен великий русский писатель Александр Сергеевич Пушкин, когда он писал свое стихотворение «Пророк», и здесь говорится про Серафимов, да, про то, что вообще процесс, как Бог выбирает пророка, да, то есть здесь он описывает, что у него были, Исаия описывает свое, призвание, да, как его Бог призывал. Он говорил в 5 стихе, сказал, «Я горе мне, ибо я погиб, ибо я человек с нечистыми устами». Он, как и многие из нас, в принципе, все должны люди это понимать, что мы грешные люди, и когда нас Бог призывает что-то делать, первая реакция у нас, если мы чистые сердцем, да, что мы недостойны, мы недостойны доверия Небесного Отца, мы недостойны, чтобы он давал нам такие поручения. Он на самом деле готовит нас, подготавливает к тому, чтобы выполнить эту миссию. Он говорит в 6 стихе, что подлетел к нему один из серафимов с пылающим углем в руке, который он взял с клещами жертвенника. На жертвенника мы кладем Иисуса Христа. То есть Христос – самая главная жертва, которая была принесена, он свою жизнь пожертвовал ради нас. И вот он кусочек этого искупления взял и положил ему на уста. То есть он как бы очистил его искуплением Иисуса Христа и подготовил его к служению пророкам. То есть мы тоже проходим через это. Здесь тоже такой символизм, здесь можно проследить храм, то, что происходит в храме, что Бог нас облачает, очищает, помазывает на то, чтобы мы становились такими маленькими пророками, что мы несли Евангелие в мир, проповедовали своими словами и делами. И это очень-очень символичная глава, очень символичная. Мы можем на самом деле применить их к себе, потому что в последние дни мы выполняем роль также пророков, потому что и должны выполнять. И Бог, Он может подготовить нас на эту миссию. И если вы еще в этом сомневаетесь, перечитайте свое Патриархальное благословение. Я больше чем уверен, что там говорится многого великого, того, что вы можете совершить, потому что у всех есть потенциал быть пророками для своей семьи, для людей вокруг, и быть миссионерами. Мы все должны быть миссионерами, проповедовать Евангелие. И это сай к себе. Если вы будете использовать те ключи, о которых мы говорили, то вы сможете понять гораздо больше. Вы сможете стать ближе к Небесному Отцу, вы сможете увидеть вот эту красоту, вот эту поэзию, которую Исаия скрыл в своих вот этих произведениях. Конечно, было бы здорово, если бы мы смогли еще выучить иврит, и на иврите читать эти слова Исаия. Было вообще замечательно. Но это, конечно, высший пилотаж, хотя никто, в принципе, нас не ограничивает в этом. Можем идти изучать. В общем, спасибо огромное вам, что вы были сегодня со мной. Не сдавайтесь с первого раза, если вдруг не получается Исаия читать. Потихонечку, не торопясь. Я думаю, что все у вас получится. И я могу некоторые ссылки... К сожалению, многие ссылки, которые я изучаю, они все на английском языке, поэтому я вам очень сильно рекомендую изучать английский язык, потому что это целый океан знаний, который сокрыт от вас сейчас, если вы не знаете английский язык, потому что так много информации, так много видео, так много разных интересных статей на эти темы. Но никто не забирал у нас дух откровения. То есть если нет возможности изучать английский язык, есть возможность получать откровения. То есть когда мы изучаем Исаию, фокусируемся на духе откровения, тогда он нам сможет открыть то, что сокрыто. Спасибо вам огромное. Давайте стараться увидеть Иисуса Христа в том, что мы читаем. Я знаю, что он наш Спаситель, Скупитель пострадал. Он пострадал за нас, за наши грехи, если мы будем каяться, каяться в них и стремиться к нему. Спасибо вам огромное. И увидимся на следующей неделе. Пока-пока.